МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГОВОРИТ ПО-АНГЛИЙСКИ В КРОВЛИ учебных заведений ГГОЗИ действительно в плачевном состоянии. Многие из них ремонты давно не делались, не проводились. У некоторых даже с 70-х годов из бюджета было выделено, если я не ошибаюсь, вы меня поправите, 44 миллиона аллеев на эти цели. Хотели бы узнать подробнее, уже финансы на реализацию данного проекта были выделены, начались ли где-нибудь работы? Да, очень хороший вопрос, очень правильный. В принципе, наверное, начну с самого начала, с зарождения идеи о ремонте Кровель. Это был прошлый год при формировании бюджета, конец года, ноябрь месяц. Мы, проанализировав ситуацию в учебных заведениях, мы поняли, что из всех, в принципе, социальных объектов наши школы остались самыми уязвимыми на учреждениях, которые практически на инфраструктуру не выделялись средства. Но причин здесь несколько, да, то есть они находятся в собственности у примарии, но при этом администрируются самими лицеями, у которых из собственного бюджета никогда не хватает средств для выполнения капитального ремонта своих учреждений. Поэтому примарии, конечно же, участвуя в определенных программах, грантах, они, как правило, направляли средства на свои объекты, где они и собственники, и пользователи, да, то есть это детские сады, дома культур, спортивные школы, лагеря и так далее. Так вот, в принципе, какие главные проблемы учебных заведений касательно инфраструктуры? Первое очередное – это, конечно, санузлы, внутренние санузлы. На протяжении последних лет у нас получилось выполнить практически во всех учебных заведениях установить внутренние санузлы. У нас оставалось пять учебных заведений, в которых отсутствовали внутренние санузлы на конец прошлого года. Также следующая проблема – это те заявления, которыми обращались наши директора учебных заведений еще начиная с 2016-2017 года – это кровли. Кровли – это достаточно дорогостоящие работы, ремонты. И, как я раньше уже говорил, в школах средств недостаточно, но и в центральном компоненте из регионального бюджета не всегда хватало средств для охвата таких крупных объектов. То есть это в большей степени выделяется на ремонт объектов до миллиона лей. Но при этом проблема существует, проблема острая. Во многих заведениях тех, которые подавали, у них большие риски, связанные с тем, что оно может нанести последствия или травмы для учащихся, так как обваливаются потолки из-за протекания кровли. Как правило, у нас в большинстве школ это дранка, потолок, и, как правило, глина размыкает и отпадает. И, соответственно, оно может нанести ущерб. И в том числе, не дай бог, какую-то травму нанести ребенку. Поэтому эта проблема для нас была принята как приоритетная, была проанализирована. Что касается санузлов, сразу как бы вернусь, так как это был первый приоритет. Там средства не такие уж большие, необходимые для выделения. Это порядка трех миллионов лей на эти пять санузлов, что, в принципе, в последующем и было выделено. В этом году из центрального компонента со средств госбюджета эти средства выделены для санузлов. И уже в ближайшее время, я думаю, что учебные заведения начнут проводить работы после окончания учебного года, который, кстати, сегодня заканчивается. Как раз на каниколах детей не будет, это будет удобно. Да. И поэтому вопрос с санузлами решается. Теперь касательно кровель. У нас 45 учебных заведений. 45 учебных заведений, из которых у нас 21 учебное заведение полностью отремонтировано. В 21 учебном заведении полностью отремонтировано кровли. Я же могу сказать, что с 2015 года из них в 8 учреждениях были выполнены работы. То есть я это к чему говорю? К тому, что мы не сидели сложа руки все эти 8 лет, а мы это делали за счет доноров, за счет проектов. Но эти работы выполнялись, планомерно делались. Но уже подошли к такой критической точке, когда лучше сейчас выделить сразу сумму более значительную, чтобы завершить уже окончательно эту проблему, поставить на ней крестик или галочку как решенную. 21 учебное заведение полностью с ремонтом кровель. У нас 12 учебных заведений. Это там, где был частично проведен ремонт кровель. То есть есть учебные заведения, состоящие из нескольких блоков. В каких-то блоках мы провели ремонт, в каких-то нет. К примеру, Томай. Там 4 блока А, Б, С и Д. Вот выполнены С, Д, С, Б, С, Д в блоке. Остался трехэтажный корпус этой кровли, который, кстати, и включен в этот список, перечень для окончательного ремонта. То есть таких у нас 12. 10 учебных заведений, которые вообще не ремонтировались, кровли, которые находятся в плохом состоянии. И 2 кровли, 2 учебных заведения, это те, которые уже реализуются по европейскому селу. Это село Джоутай и село Казаклия. Они по европейскому селу подали именно проекты по ремонту кровель. Проанализировав ситуацию, проанализировав ту документацию, которую нам подавали с 2016 года администрации этих учреждений, было выявлено 16 учебных заведений, которые имеют проектно-сметную документацию и которые нуждаются в замене крови. Вопрос стоял в том, что эта проектно-сметная документация, она устаревшая, то есть с 2016 года. Есть разные, 2016, 2017, 2019 год, в том числе и 2022 год были. Нами для того, чтобы не затягивать процедуру принятия утверждения этих средств и в дальнейшем утверждения и выделения этих средств, нами было принято решение их расчетным методом. Управление строительства проанализировало цены 2016 года и цены 2022 года и соответствующий коэффициент применило для увеличения этой стоимости. Конечно, это примерная сумма, которая требует в дальнейшем актуализации сметы, верификации и потом уже запуск. И эти суммы были нами выявлены. Мы вышли по 16 учебным заведениям на 44 миллиона леи. Опять-таки сумма округленная, там 44, 700, по-моему, если я не ошибаюсь. Далее, почему мы хотели утвердить это в бюджете, для того, чтобы учебные заведения могли запустить сами работы в летний калликулярный период. Это процедурно в строительстве необходимо проведение тендера. То есть, первое, нужно было им актуализировать сметы, второе, запустить тендер. Запуск тендера, от начала запуска тендера до подписания договора, если все проходит так, как должно проходить, с участниками, без жалоб, то это занимает порядка двух месяцев. Поэтому, если январь должен был идти на актуализацию сметы, в феврале выделение, посадить планы учебным заведениям, они запускают тендера два месяца. Месяц на подготовку уже строительной компании всех материалов. И, грубо говоря, там с середины июня до конца августа, вот эти два с половиной месяца, которые вполне достаточно практически для всех учебных заведений, чтобы завершить работу по кровлям. Вот такая была изначально задумка и идея. Финансовые средства на эти нужды хватали. То есть, у нас был проанализирован и тот бюджет, который мы исполнили в 2022 году, он у нас был исполнен достаточно хорошо. К концу года к нам поступили. Тенденция последних месяцев прошлого года показала, что идет рост поступления налогов на прибыль. И, соответственно, мы этот рост прогнозировали и дальше. И что нам позволило изыскать дополнительные средства на эти 44 миллиона лет для крови. Теперь, с чем мы столкнулись. В итоге, в бюджете у нас не получилось утвердить их как целенаправленные на учебные заведения, но нам удалось убедить депутатов Народного собрания, чтобы на эту сумму был увеличен центральный компонент, который в последующем распределяется посредством комиссии по центральному компоненту, постановлением исполнительного комитета и утверждается на Народном собрании. Так вот, уже, как я и говорил, проектно-сметная документация была запущена, была процедура актуализации смет по каждому учреждению. С 16 февраля, если я не ошибаюсь, было принято постановление исполнительного комитета об утверждении этих сумм по школам. И направлено Народное собрание. Причин не вынесения на заседание Народного заседания, не включения в повестку дня заседания Народного собрания на протяжении этих месяцев было множество. То есть, по какой причине они не включали в повестку дня для рассмотрения. Но, мое личное мнение, ни одно из них не является аргументированным для того, чтобы не включать. То есть, причины различные были. То есть, это несоответствие цифр с проектно-сметной документацией актуализированной. То есть, изначально наш расчетный метод и сметная документация имели определенную погрешность. То есть, поэтому они не утверждали, а должно быть совпадать и так далее. Здесь аргумент. В любом случае, после проведения тендера сумма меняется, потому что участвуют компании, предлагают наименьшие цены. Как правило, они опускаются от инвесторской сметы, которую изначально закладываем, на порядка 10-20%. Это минимум 10%, когда опускались. Может быть и 20%. То есть, в любом случае, суммы не будут выделены те, которые... или оплочены те, которые изначально утверждаются. В любом случае, будет какая-то экономия, какой-то зазор, который в последующем будет распределяться. Потом был аргумент о том, что не все школы охвачены. Здесь могу сказать, что у нас 5 учебных заведений остается, которых либо частично какой-то блок школы не отремонтирован, но либо это здание вообще не используется, либо есть те учебные заведения, которые не подготовили проектно-сметные документации. То есть, у нас всего таких 5 учебных заведений. Из них реальные для того, чтобы подать, это было 2. Один из которых, увидев, что запустился процесс ремонта крови, они сразу же запустили процесс подготовки проектно-сметной документации и уже сейчас, буквально недели 2 назад, они подготовили и подали эту заявку. То есть, аргумент был в том, что не все охвачены, но охвачены все те были, которые до этого об этом переживали. Теперь следующий элемент, это уже в последующем. Все-таки из 16 учебных заведений, ни одно учебное заведение не предоставило верифицированную проектно-сметную документацию. И сейчас идет разговор о том, что, возможно, необходимо ее временно исключить и включить то, где готово. Я, в принципе, наверное, соглашусь с этим. То есть, если здесь не готово, то пусть делают то, кто будет готов. Все, здесь и этот вопрос мы тоже готовы решить. Следующий, один из важных элементов или важных моментов по неутверждению, это в негласных таких, это то, что было опасение недособираемости средств в течение года, что искусственно завышен надут бюджет, и вот эти 44 миллиона мы не доберем к концу года и, соответственно, не сможем оплатить те обязательства, которые возьмут на себя школы. Этот, опять-таки, этот аргумент ломается за счет отчета об исполнении бюджета первого квартала, то есть за январь, февраль, март. Мы на последнем заседании исполкома его утвердили, и, в принципе, он уже, наверное, спущен в народное собрание. Что могу констатировать о том, что все эти скептические мысли о том, что мы приняли раздутый бюджет и не сможем собрать те средства, которые были запланированы, они полностью не обоснованы. Во всяком случае, об этом говорит первый квартал, и, в принципе, эта тенденция сохраняется и на эти месяцы, на апрель и май. Поэтому я с большей уже уверенностью могу сказать, что бюджет должен быть выполнен 100%. То есть все те программы, которые мы изначально запланировали, на них будут эти средства. Мы об этом говорили часто при принятии бюджета, в том числе и в этой студии, и на радио, и с депутатами была дискуссия. Я могу цифры привести. Исполнение бюджета у нас делится на трансферты, на собственные доходы. Мы сейчас будем говорить в большей степени о собственных доходах центрального бюджета, так как есть общий бюджет, куда входят и доходы и примари, и так далее. У нас они к школам не имеют отношения. Но в целом по собственным доходам у нас за первый квартал это 148 миллионов лей. Когда полный план у нас 411. То есть мы за первый квартал выполнили 36% исполнения доходной части по собственным доходам. Когда если делить на квартала, это должно быть 25%. Это один очень качественный показатель, который говорит о том, что если не будет сверхкатаклизм каких-то, а все продолжится в том же режиме, в том же темпе, то мы однозначно охватываем доходной части всю нашу расходную часть, которая была утверждена в бюджете. Если говорить о прошлом годе, когда заявляли, что мы на 60 миллионов увеличили бюджет относительно прошлого года, то я сейчас уже могу сказать, что мы на 22 миллиона больше собрали средств за этот период, чем в прошлом году. То есть на 17% у нас увеличение по сравнению с прошлым годом. Поэтому этот аргумент о том, что у нас не будет хватать средств для выполнения наших обязательств, он тоже ломается. То есть нет причины для того, чтобы не утверждать. Ну, в принципе, это, наверное, основные элементы, основные причины, по которым народное собрание до сих пор не утвердило эти школы. С одной стороны, это, конечно, обидно, потому что мы потеряли время. Это самое главное. То есть за счет того, что у нас был какой-то скептицизм, недоверие, мы потеряли время. И сейчас при утверждении этих школ, как я и говорил, это два месяца пройдет только на процедурные моменты. Запуск этих работ будет либо к концу каникул, либо уже с начала учебного года, что, в принципе, затруднит как и сами работы, так и, в принципе, создаст риск для учащихся в перемещении по территории. И плюс погодные условия. То есть мы знаем, что летом дождей меньше, и все дорожные работы, и фасадные работы, ну, кровельные, нужно делать летом. Ну, фасадные работы тоже зависят от температурного режима, но к кровли к этому не имеют отношения. Поэтому было идеальное время, и была задумка правильная, продуманная. Но, к сожалению, вот из-за этих сдержек не получилось реализовать в тот период, который планировался. Но все равно утверждение этих кровель даст большой толчок. Поэтому их однозначно надо утверждать. Можно делать двухлетние контракты, не успеют в этом году закончить на следующий год, но эта проблема должна быть решена. Это уже как в априори. Ну, и, наверное, как вначале забыл поздравить, мы говорим о школьниках, о школах. Сегодня последний звонок, поэтому я всех поздравляю с окончанием учебного года. Надеюсь, что он у всех был успешным, удачливым. Ну, и желаю набраться сил и с новыми мыслями, с новыми друзьями идти дальше, грызть гранит науки. Ну, а нашим выпускникам, конечно, выбрать правильную дорогу, правильный путь, он определяющий, с честью принять те изменения в жизни, которые сейчас произойдут, и чтобы они происходили с радостным настроением. Чтобы закрыть вопрос с крышами, с ремонтами, у нас есть репортаж, сюжет, который делала наша съемочная группа. Они выезжали в лице Дмитрия Карачубана, где крыша находится в плачевном состоянии. Там ремонт не делался с 70-х годов. Предлагаю посмотреть. Может быть, это будет еще одним аргументом для того, чтобы побыстрее принять эти проекты и начать работы. Большинство учебных заведений Кагаузии были построены еще в 70-е годы прошлого века. Капитального ремонта зданий Кровель не проводилось. Одним из учебных заведений, которые нуждаются в ремонте Кровли, является лицей имени Дмитрия Карачубана в муниципе Камрад. Действительно, у нас крыша немножко веткая, так как уже прошло время, и при любом ветре все остальное срывает шифер. Мы выполняем своими силами эту работу по восстановлению, но, к сожалению, пришло время, их нужно менять. Ремонт Кровель, по словам представителей власти, одна из наиболее злободневных проблем, которую невозможно решить при помощи доноров. В проекте бюджета на 2023 год было предложено выделение 44 миллионов 463 тысяч для ремонта 16 крыш в 16 учебных заведениях. Суммы были предложены на основании проектно-сметной документации. Также было отмечено, что у 90% учебных заведений, в которых будет заменена Кровля, проектно-сметная документация уже готова. Твердена эта сумма для начала ремонта крыш наших учебных заведений, поскольку было определено, что механизмом для реализации данных средств является фонд по поддержке наших школ, фонд центрального компонента. Школы уже готовы к объявлению тендера и к началу лета приступить к ремонту Кровель. Вопрос направлен на Родное собрание Гагаузии для окончательного принятия. Этот сюжет как подтверждение вашим словам о том, что уже... Да, в принципе, все достоверно сказано. Таких у нас учебных заведений, как я говорил, 16. Я в большей половине из них был. Это действительно проблема. Ближайшая Кирсово, гимназия Таносогла, когда во время дождя им приходится с третьего этажа всех эвакуировать, иногда отключать электричество, потому что именно вода течет по стенам в районе электрического щита, то есть, что очень опасно, помимо обрушений, еще и какими-то пожарными элементами. Поэтому все очень достоверно и очень актуально. Я надеюсь, и в принципе сейчас с Народным собранием у нас был диалог на эту тему, было посещение этих... директоров этих учебных заведений и Народного собрания по разъяснению той ситуации, с которой они сталкиваются. Я думаю, что совсем в ближайшее время все-таки Народное собрание утвердит эти суммы. Касательно реализации. Реализовывать будут сами учебные заведения. В комиссии будут входить по проведению закупок и местные органы власти, как собственники зданий, будут входить депутаты соответствующего округа, и также будут входить сотрудники управления строительства для консультирования в проведении этих тендеров и представители управления образованием. То есть это будут прозрачные процедуры, и при этом всех директоров тоже надо обезопасить. Директора в большей степени ответственны за учебный процесс и вся строительная часть для них нова. И поэтому здесь тоже необходимо будет им подсказывать, чтобы все было правильно выполнено, оформлено и, соответственно, качественно проделаны работы. Не зря первый вопрос был про крыши, потому что следующий мой вопрос будет про то, что страна, Гагаузия, в целом столкнулись с энергетическим кризисом, и появилась необходимость переходить на зеленую энергию. Для них тоже, в частности, нужны хорошие крыши, которые скоро появятся в учебных заведениях Гагаузии, мы надеемся. Но, тем не менее, есть учебные заведения, которые перешли на эту энергию. Насколько она себя на сегодняшний момент оправдывает, и стоит ли всем учреждениям переходить? Да, очень хороший переход. В принципе, это следующая наша стратегия по переводу наших публичных учреждений на альтернативные источники энергии. В большинстве случаев это используются солнечные панели, и солнечные панели устанавливаются, как правило, на кровли. В редких случаях, когда используется для этого территория, земельные участки, потому что они, как правило, заняты. Ну, а для этого, для их установки, конечно же, необходимо иметь хорошую кровлю, ремонт которой не понадобится в ближайшие лет 15. Так вот, по этому пути у нас сложились очень хорошие партнерские отношения с Республикой Литва, которая реализовывает у нас уже второй проект по солнечным панелям, и сейчас уже подписан и третье соглашение по третьему проекту. Касательно второго проекта, это был один из масштабных проектов, который охватывал три районные больницы, и, получается, четыре учебных заведения. Общей мощности было 550 киловатт. Электростанции она раскинута согласно потреблению учебных заведений и больниц. Конечно же, у больниц потребление значительно выше, и они покрывают лишь порядка 20-30% их потребляемой мощности за год. Эти солнечные панели. Что касается учебных заведений, то по ним расчет был сделан, чтобы 100% было покрытие энергии от солнца, той энергии, которую они потребляют в течение года. Это у нас лицея Авдарма, это у нас гимназия Баурчи, это у нас гимназия Светлый, это у нас детский садик Чешмекёй, которые уже в этом году обзавелись этим новшеством, этими солнечными панелями. Недавно было открытие, если говорить в целом, то это приведет к экономии порядка миллион семьсот лей в год. Это неплохое подспорье для того, чтобы опять-таки те же сэкономленные средства направлять уже на ремонт, на благоустройство и так далее. В любом случае экономленные средства это всегда хорошо. И касательно следующего проекта опять-таки с Республикой Литва, с их министерством экологии и окружающей среды, были проведены переговоры, были отправлены заявки по нашим учебным заведениям, в которых присутствуют новые кровли. Ими был проведен отбор, таких учебных заведений мы отправляли 25, ими был проведен анализ этих кровель и на возможность установки солнечных панелей они отобрали из них 17 учебных заведений опять-таки с расчетной мощностью, чтобы они охватывали 100% их потребление. И я думаю, что начало реализации этого проекта будет либо к концу этого года, либо на начало следующего года. И таким образом наши учебные заведения, еще 17 учебных заведений, которые обзаведутся этой альтернативным источником. Но помимо этого также в рамках этой программы у нас в том числе была подана заявка на установку солнечных панелей и на ГРТ, то есть благодаря инициативе вашей администрации, поэтому этот проект будет такой расширенный. Но также солнечные панели в рамках этого проекта будут установлены в спортивном комплексе Камрад. Ну и достаточно крупные квадратуры по панелям или по мощности будет доустановлено в Камрадскую районную больницу. Там они устанавливаются на земельном участке и как раз территория позволяет увеличить. Таким образом в случае реализации этого проекта оно будет охватывать порядка 70% их потребления. Общая мощность этого проекта это будет 900 киловатт мощности электричества. То есть это достаточно большое количество электричества которое приведет конечно же к экономии. Именно этот год или прошлый год с энергетическим кризисом связанный помимо того что была проблема а будет электричество или не будет оно еще и сопровождалось увеличением стоимости и таким образом сейчас установка солнечных панелей достаточно выгодно и эффективно с учетом дорогой сейчас энергии. У нас практически не осталось времени но не могу не задать вопрос сейчас уже начинаются летние каникулы чтобы разнообразить досуг нашей молодежи летом пройдет забег под названием Гагаузиаран в честь международного олимпийского дня и когда пройдет сколько будет участников и как туда попасть нашей молодежи для чего это делать? Да отдыхать тоже нужно особенно активно отдыхать очень нужно поэтому исполнительным комитетом было принято решение организатором будет являться управление молодежи и спорта правильно вы обозначили что это приурочено к международному дню олимпийского движения будет организован забег он будет организован 18 июня с учетом жаркой погоды он будет организован рано утром относительно рано то есть начало регистрации это в 9 сам забег старт ориентировочно на 10 часов будут две дистанции это будет 5 и 10 километров в принципе забег будет проходить старт и финиш на территории Комрадского муниципального Комрадского спортивного комплекса стадиона и будет траектория движение будет направлено в сторону Кишинева практически до наверное фабрики Фуджикура с разворотом это 5 километров 10 километров это два круга планируется участие 500 участников то есть это нам кстати в организации этого мероприятия помогает компания спортер МД спортер которые организовывают большие марафоны Кишневский главный марафон и ряд других забегов марафонов на территории Молдовы которые проводятся поэтому организация будет достаточно на высоком уровне каждый участник получит футболку с логотипом Гагаузия Ран каждый дошедший своевременно до финиша или добежавший лучше так наверное сказать до финиша получит медаль как результат победы над собой поэтому это будет интересно скажу так что для того чтобы не было хаоса количество участников ограничено у каждого будет свой номер выдан для этого необходимо зарегистрироваться регистрация открыта регистрацию можно на сайте спортер МД на него ведут все ссылки которые есть и в социальных сетях есть и на сайте гагузинфо по-моему даже на гагузия точка МД то есть можно найти при желании стоимость была также установлена достаточно символичная относительно всех остальных забегов что приняло как можно большее количество участников на 5 километров это 100 лей на 10 километров это 150 лей приглашаются абсолютно все как и жители гагузии так и жители молдовы поэтому времени осталось немного спешите регистрироваться я думаю что получим праздник спорта но также как сюрприз планируем организацию лотереи для участников марафона поэтому будет весело занимайтесь здоровым образом жизни бегайте это основа в принципе любого вида спорта спасибо Иван Николаевич мы благодарим вас за сегодняшнюю беседу не успели раскрыть еще несколько вопросов но надеемся что в рамках другой программы уже сможем и их подробнее рассказать и раскрыть спасибо буду ждать приглашения спасибо ГАГАУЗИЯ ГЮНГЮНДЕН программас айтишти кинди сонна сискалнобизимнен гератэ каналнда сискалнобизимнен